Сплошные проверки на трезвость в эти выходные сотрудники ГИБДД будут останавливать транспортное средство и оценивать каждого водителя на состояние опьянения. Тем, кто вызовет подозрение, предложат пройти тест, проще говоря, отдыхнуть в трубочку, или же проехать к врачу-наркологу для свидетельствования. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. 50 бизнесменов из разных городов страны сегодня учились жонглировать. Заслуженные артисты России, братья Шатировы, провели для деловых людей мастер-классы. Бизнесмены, которые приехали в Киров, чтобы обменяться опытом работы, в итоге узнали некоторые цирковые секреты. Им не только показали, как репетируют воздушные гимнасты, но даже дали самим попробовать сложность цирковой работы. Редкие фотографии, оружие и народные промыслы в Краеведческом музее открылась новая выставка под названием «Кировской области. 80 лет». Она расскажет об основных этапах развития региона, а также познакомит кировчан с продукцией, которую производят на самых значимых предприятиях, причем не только Кирова. К примеру, Кирово-Чепецк представлен крупнейшими промышленными заводами. Все организации, которые представлены на выставке, внесли неоценимый вклад в развитие региона. Посмотреть экспозицию все желающие могут в любой день, кроме понедельника. Кировчане смогут выбрать «Воснецовскую снегурочку-2016». За приз зрительских симпатий борются 15 кандидаток. Возраст участниц от 15 до 23 лет. Оставить свой голос за лучшую снегурочку может любой желающий на портале девятка.ру. Голосование продлится до 1 декабря. Победительница номинации станет известна 2 декабря на финале конкурса. Тогда же и назовут имя девушки, которая получит титул «Воснецовская снегурочка». Ее определит специальная жюри по итогам конкурса.